Лепчане продолжают готовиться к встрече Нового года. Те, кто еще не приобрел главный талисман праздника, приходят на торговые точки за колючими красавицами с раннего утра. Товар с иголочками сегодня стоит 250 рублей. К примеру, в районе улицы Шкатова елок практически уже нет. Некоторые приходят за праздничным убранством во второй раз. Я даже не за елкой. То есть я возьму просто вот такой еловый букетик, закончить украшение квартиры. То есть елка-то стоит. А вот на торговой точке в районе трубного завода сосну можно приобрести за 250 рублей, а ель за 400. Их специально вырастили и привезли с Урала. Ассортимент обширный. Купить елку Лепчане успеют до позднего вечера. Работаю. Выходной день вот пришел. Посоветовали. Друзей много берет. В принципе, цена хорошая тут. Все постучно. На рынке полтора метра тысяча елочка. А мы тут работаем. Пришли в последний день взять. Новый год пора сюрпризов. Продавцы не отрицают, что вечером многим лепчанам елочки отдадут совершенно бесплатно. Да и оставшиеся тоже не пропадут. Возможно такое, потому что вот мы сейчас, допустим, и на церкви 150 елочек подарили. И, ну, конечно, бывают акции. Что-то как-то, ну, по договору. У нас все равно безотходное производство. Это все пойдет в дело на предприятии. Так что выбрасывать ничего не будет. А пока лепчане продолжают украшать свои новогодние талисманы, самая большая елка Липецкой области уже ждет своего часа. Под звуки фейерверков и петард после 12-ти на площадь Петра Великого в Липецке придут тысячи лепчан. В новогоднюю ночь в одном только областном центре вокруг елок пройдут десятки мероприятий. Праздничные конкурсы для детей и взрослых. Возле дворца спорта «Звездный» в первом часу наступившего 2015-го начнется большой концерт, который продлится до глубокой ночи. После того, как куранты пробьют 12, основные массовые мероприятия в Липецке уже по традиции, в который год, начнутся возле дворца спорта «Звездный». Еще вчера рабочие подготовили здесь сцену, с которой Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять лепчан уже с наступившим 2015-м годом. И, естественно, возле новогодней красавицы. Дмитрий Курмаков, Валерий Фаустов. Липецкое время.